Во время трагического января пострадали 42 административных здания. На их восстановление потребуется около 30 миллиардов. Об этом сегодня сообщил первый заместитель премьер-министра Роман Скляр. Больше всего поврежденных сооружений в Алматы, Шимкенте и Алматинской области. Практически на всех объектах сейчас полным ходом идут строительные или восстановительные работы. На некоторых ремонт даже близится к завершению. Корреспондент КТК Буржан Апсидов узнал, как восстанавливают Алматы после январских погромов и что изменилось в городе за два месяца. Приводить в порядок Алматы власти начали практически сразу после трагических событий января. Первым делом на всех перекрестках отремонтировали светофоры и установили новые камеры наблюдения. Непростая задача стояла перед чиновниками, строителями и архитекторами. Специальной комиссии необходимо было в короткие сроки оценить масштаб повреждений административных зданий. Вот так сейчас выглядит здание Алматинской администрации спустя два месяца после январских событий. Сооружение разобрали до каркаса. Почти полтора месяца рабочие вывозили из него строительный мусор, обгоревшую мебель и обшивку. Теперь бригады приступили к основным восстановительным работам. Специалисты изучили состояние несущих стен и в итоге эксперты настояли на сейсмоусилении сооружения. Ведь из алматинских строений здание городского Акимата пострадало больше всего. Огнем были полностью уничтожены все инженерные сети, напольные покрытия и кровля. Акимат, к сожалению, пострадал с первого по шестой этаж. Полностью, сто процентов выгорело. Все узлы и межкомнатные перегородки, двери, окна, как вы видите, там наблюдаете, полностью пришла невгодно. Выгорело. Здание Акимата полностью готово к восстановительным работам. Определяются сейчас поставщики. Как только у нас будет уже решение по ним, мы начинаем строитель монтажной работы по восстановлению. Серьезно пострадало здание телерадиокорпорации «Казахстан». Там в негодность пришла не только дорогостоящая аппаратура, но и студийные комплексы. Известно, что три помещения придется снести и отстраивать заново. Остальные помещения, которые подверглись пожару, они будут также сейсмоусилены и восстановлены в прежнем виде. В основном здание она уцелела. Единственное, вот инженерная система выгорела. Два этажа, первые два этажа также пострадали от пожара и копоти. Чиновники заявляют, что пострадавшее здание прокуратуры в Алматы отремонтируют к лету. А вот сроки сдачи в эксплуатацию двух других объектов решили перенести на осень. Учитывая значительные повреждения, завершение реконструкции здания Акимата Алматы и ТРК «Казахстан» ожидается в октябре текущего года. Сейчас восстанавливают еще и уничтоженные или поврежденные модули силовиков и фронт-офисы районных управлений полиции. Около десятка мобильных постов экстремисты сначала разграбили, а после сожгли дотла. Почти уже везде восстановили поврежденную брусчатку, которую протестующие отсюда вырывали буквально с корнем. А после этой плиткой они забрасывали здания полицейских и военных. Также начался ремонт здания департамента полиции Алматы. И строение, как и другие административные здания, тоже подверглось налету со стороны вооруженных радикалов. Были повреждены заборы, выбиты окна, сломана облицовка. Работы здесь постараются завершить в кратчайшие сроки.